Всем привет! Сегодня будет очень полезный ролик для тех, кто хочет реально экономить себе заряд батареи. Я вам сегодня покажу несколько настроек, которые сильно разряжают ваш телефон и при этом вы даже ними не пользуетесь. И частенько такое бывает, что вы вот положили телефон просто на стол, он выключенный у вас лежит, вы через час его берете, а там минус 10%. Ну это примерно. В общем, в любом случае проделав эти настройки, вы будете сильно экономить заряд батареи, и телефон будет держать и 2 дня, и 3 дня, уже в зависимости от модели и от емкости. Смотрите, самым первым делом заходите в настройки и ищите такой пункт, который называется Google. Он есть на всех телефонах, потому я думаю, вы с легкостью найдете. Дальше листаете немножко ниже, и здесь есть пункт, который называется реклама. Вот этот пункт, он сильно садит вашу батарею, потому что реклама постоянно закачивается из Google в ваш телефон, и вы постоянно видите ее в каждом приложении. Вот здесь нужно ввести журнал отладки для объявлений, отключить, потом нажать сбросить рекламный идентификатор, нажать подтвердить, и потом нажать удалить рекламный идентификатор. Удалить. Этим самым вы уже снизили намного нагрузку на ваш телефон и на вашу батарею. Ну и рекламы, конечно же, станет частично меньше, телефоном станет удобнее пользоваться. Смотрите дальше, что мы будем делать. Вот здесь, когда возвращаемся, есть еще настройка устройства и обмен данными. Нажимаем на нее, и здесь есть обмен с окружениями. И здесь будет включено две галочки, их нужно обязательно отключить. Это кто видит устройство, то есть постоянно идет сканирование устройства, вашим Bluetooth, вашим Wi-Fi, когда вы идете где-то по улице, и вы сами понимаете, что у каждого человека есть телефон, и вот ваше устройство, ваш смартфон ищет все вот эти устройства, с которыми вы рядом. Нужно вот это все отключить. Дальше смотрите, что будем делать. Находите у себя в телефоне безопасность. Нажимаем, дальше листаем вниз и нажимаем на передачу данных. Нажимаем сетевые подключения, и вот здесь перепроверьте все приложения, которые имеют доступ к вашему мобильному интернету. То есть вот здесь, где стоит галочка, они в скрытом режиме имеют постоянный доступ к мобильному интернету, и скачивают себе и обновления, и высылают уведомления, и могут отправлять какую-то информацию на свои сервера. То есть это делается в скрытом режиме, когда вы не пользуетесь телефоном. Вы можете оставить только несколько приложений, которыми вы каждый день с утра до вечера пользуетесь, остальные все отключайте. Дальше немножко справа, вот здесь есть Wi-Fi, нажимаете. То же самое, если вы дома подключены к Wi-Fi сети, то точно так же все эти приложения, они задублированы, и точно так же пользуются вашим Wi-Fi в то время, когда вы не пользуетесь вашим смартфоном. Дальше нажимаете на троеточие, и вот здесь есть еще фоновое подключение. Нажимаем на них, и здесь абсолютно все приложения, которые установлены на ваш смартфон. Фоновое подключение – это когда они работают в закрытом режиме, то есть вы вроде бы приложением не пользуетесь, не нажимаете на него, но оно наполовину рабочее. Это сделано для быстрого запуска этого приложения. Но представьте, вот все приложения, вот 208 приложений, они работают постоянно в фоновом режиме, а вы в день пользуетесь там, ну максимум, я думаю, 10 приложений открываете. Конечно же, вот это все нужно будет поотключать, и оставить несколько приложений, которыми вы реально пользуетесь. Остальные все полностью отключаем, и ничего страшного не произойдет, а только станет намного лучше, намного эффективнее станет работать ваш телефон, освободится частично оперативная память, потому что здесь по кусочку, по чуть-чуть занимается тоже оперативная память от каждого приложения, чтобы оно работало в фоновом режиме. Ну и, конечно же, это снизит очень сильно ваш разряд батареи. Телефон меньше станет разряжаться.